всем здарова с вами варчик сижу себе никого не трогаю катаю первый день боги войны новое событие на глобальной карте потею на танчик новый китайский и тут хоба аукцион возвращается недавно закончилась конструкторское бюро с этим лионом где высосали кучу ресурсов и тут опять тебя очередное мероприятие по высосанию ресурсов которых уже не так уж и много осталось на аккаунте походу все до последней нитки вытащат аукцион будет проходить 16 по 20 февраля ставки принимаются с 12 мск по час мск следующего дня не нужно сейчас начинать плакать что аукцион начинается днем когда все на работе тыры-пыры троллевали поскольку здесь не нужно никуда спешить здесь победят ставки те которые были самые большие вот допустим танков будет доступно 20000 20000 самых больших ставок и победят вот в принципе все все что нужно знать это в принципе справедливо и понятно но будут побеждать те у кого ресурсов побольше если минимальные ставки будут одинаковые и много людей поставят одинаковую сумму то победят те которые поставили раньше танков все равно выдадут столько сколько их есть выдавать больше чем написано никто не будет поэтому кто поставил ставку раньше то ты молодец будет видно сколько людей поставили ставку когда все ставки поставят будет видно конкурентную ставку это что-то типа средней ставки чтобы ориентироваться какую ставить для того чтобы получить танк. Те, кто поставили ставку и их ставка не сыграла, ресурсы этим игрокам вернутся обратно. Также вы можете поставить ставку, а потом подумали да нафиг оно мне надо и в любой момент сами забрать это все. Оно вроде как вернется не прям сразу, а с какой-то там небольшой задержкой. Либо если вы поставили и до конца свою ставку держали, то к началу следующего лота на аукционе вам все вернут, если ваша ставка не сыграла. Если ваша ставка сыграла, все что вы поставили заберут и выдадут вам танк. Будет 5 каких-то уникальных лотов, 5 уникальных танков с 16 по 20 февраля. Там я так понимаю будут высокоуровневые танки и не все из этих танков будут скорее всего новинками. Некоторые из них вероятнее всего будут как и в прошлый раз по типу ИС-3 СМЗ, но в уникальном стиле был. Был ИС-3А Сапсан. Он был за свободку. Прим танк 8 уровня он такой же как ИС-3 СМЗ только в красивом таком стиле золотисто-черном. Я так понимаю, какое-то количество из этих лотов будут такие же танки. Кстати, про то, за что эти танки можно будет покупать. Там будут танки за серебро, за голду и за свободку. Свободки у меня лично на аккаунте вообще не осталось. Там копейки буквально там 1030. И то это было ноль. Это уже немного набилось в свободке. 1008 голды осталось. Но я сомневаюсь, что 8000 голды на что-то может хватить. Ну и 35 лямов серебра. Вот за серебро, возможно, что-нибудь я и возьму. Но если танк за серебро будет какой-то не такой, то фиг знает. Честно говоря, у меня такое ощущение, что каждый год нужно пропускать конструкторское бюро и все ресурсы вкладывать в аукцион. Поскольку за те же самые ресурсы можно взять куда больше и выбор тоже будет побольше. А конструкторское бюро слишком много ресурсов высасывает и дает тебе всего лишь одну десятку, которая не факт, что тебе будет интересно, не факт, что тебе зайдет, понравится внешне по геймплею и так далее. Чисто что фишка у нее, что она там с циферкой. Но и то не все леонцы с циферкой. Немного скажу про АГК, который сейчас играется там, Ивент, Боги войны. В нем можно будет получить новый акционный танк китайский тяж 10 уровня, 116 F3. Это новый танк. Ну и также еще ряд старых. 121 B, Т95Е6, М60, ВК-7201К, 907, Карошмару там. В общем и целом у меня все эти танки есть, кроме ВК-7201К. И, ну и конечно же, нету нового 116 F3. Я еще не решил, какой буду брать новый 116 F3, чтобы просто показать вам новый танк или взять ВК-шку старую, просто потому что она вроде как жесткая. Ну и Чифтейна сейчас нету. На Ивенте его не выдают. У меня он есть. А на Ивенте его нет. Ситуация интересная. Ивент, в принципе, проходит в рабочей обстановке. Просто катаем бои. Не сказал бы, что тяжело, но времени отнимает очень много. Поэтому между боями записываю вам этот видос, чтобы рассказать вам про этот замечательный аукцион. На аукционе обещают какие-то новые 5 танков, часть из которых, скорее всего, будут новыми танками, в скобочках, новыми стилями на танк. Но и называться, наверное, будут по-другому. Точно так же, как и с 3 СМЗ Сапсан. В прошлых годах тоже был этот аукцион. И там танки повторялись некоторые. И не все из них были прям суперинтересные. Не знаю, как будет в этом году. Я бы, может, что-нибудь старенькое взял бы за небольшое количество ресурсов. Хотя бы один стремец на них скатать. Но так в целом, не сильно там и много ресурсов осталось, чтобы что-то там покупать. У меня, я же говорю, осталось только серебро. И, честно говоря, если бы я пропустил Леона, ничего бы особо не потерял бы. Он, конечно, вроде как немного поинтереснее, чем Объект 780 играется. Но, в общем и целом, все равно в душу он мне не запал. Люди, как обычно, будут ждать на этих аукционах какие-нибудь золотые ваффентрагеры, золотые Е25. А получат, скорее всего, золотые Охо и Карачуны. Но, по идее, один или два танка должны быть прям совсем новые на этом аукционе. Парочку танков, наверное, будут какие-то старые повторяющиеся. И один танк, возможно, какой-то-нибудь прем-танк будет стилем. Я думаю, вряд ли это будет стиль на двухстволку с Королем и Шитом. Это, наверное, отдельно будет как коллаборация, какая-то продаваться там за бабки. В общем и целом, с 16 февраля после работки можете приходить и смотреть, что там будет, какие танки будут выставляться. Ну и если вам что-то понравится, то, конечно же, разбирайте. Если вам ресурсы по-прежнему некуда девать. А я же, как обычно, скорее всего, мимо аукциона пройду, поскольку мне просто туда нечего ставить. Ну, может быть, за серебро я что-то бы и взял, но в прошлом году был прем-танк за свободку, а в этом году свободки уже нет. Надеюсь, что-то интересное будет и за серебро. И еще вот на одном из прошлых аукционов или караванов я брал себе за 15 миллионов серебра прем-танк восьмого уровня Кировец-1. И сейчас этот Кировец-1 добавлен просто за голду прямо в игру. То есть я покупал этот танк за 15 миллионов серебра просто, чтобы раньше на нем поиграть. То есть, по сути, типа, все эти аукционы, караваны и так далее, это просто возможность поиграть на танчике пораньше. Это как предзаказ. Ну и да, разница в том, что я его за серебро купил, а не за голду. Это разные ресурсы. Голду тоже можно бесплатно получить. Но серебро, так сказать, набивается усердием, просто накатывая бои на прем-танках. Стоит это того или нет, решайте, конечно, сами. Но, на мой взгляд, прямо чересчур, через какие-то усилия покупать эти танки с аукционов, с караванов или с конструкторского бюро не стоит. Пока что, конечно, с конструкторского бюро танки никуда не попадали, но они такие редкие, дорогие, что они себя уже купили, наверное. Конечно, у танкистов возникает желание и хотение получить все, любой танк и каждый танкист в душе коллекционер, но это того не стоит, если это через усилия какие-то. Если начали на расслабоне, у вас много ресурсов, то да, а если нет, то, мне кажется, оно того, конечно же, не стоит. Пишите свое мнение в комментариях про аукцион. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok